Привет, дорогой друг! Добро пожаловать на мой канал! Я Альцин Комсон, а мы продолжаем играть в Эллой! И у нас, кажется, впереди ответы на многие вопросы, которые вас интересуют. Чтоб меня... Сука! Они пробрались сюда, по шахтам. Ты должна узнать правду, несмотря ни на что. Рассредоточиться! Так их строим всего. Убивать всё, что движется! Что это такое? Гробница? Как вы здесь-то оказались? С этой стороны, в смысле. Как вы с этой стороны... Да нажми ты на него. Он куда-то сюда. О, я могу наверх залезть. Ну? Ты что, издеваешься? Значит, прежде вы работали в автоматизированных системах ФАРО. Разрабатывал алгоритмы самовоспроизведения. Я думал, вы будете меня судить. Когда за мной пришли, я подумал. Давно пора. Меня гложет чувство вины. С того самого дня, как... Как... Прервёмся на минуту. Нет, нет. Я просто... Правда, надеялся, что он, ну, рассвет всё исправит. Как тебя зовут? То, что... Я вырежу твоё имя на лезвие ножа. Я гордился. Уж простите. На словах у Теда всё звучало так убедительно. И в лаборатории этот процесс сотворения... Тот первый пробный пуск, когда мы увидели... Хорошо. Понимаете, собственно, что... Примитивным тихарям нас не остановить. Точка с данными. Безгранично. Что в них? Господи, безгранично. Да ё-моё, положи ты свою вот эту игрушку. Мы дальше слушаем. Кто постоянно вещала про конец света, про озеро огненного, там чего-то, куда отправятся грешники. Кстати говоря, можно я закурю? Сигарету с табаком? Извини, дорогуша. Вот такой остромодный. Ребята у вас молодцы, вы следили всё-таки. А ведь полтора года в розыске был. Стерлинг Малкет, это моя работа, признаю. Много было желающих меня прищучить. Но я всегда был на шаг впереди. Как вы на меня вышли? Доктор Собе включил у вас список Альфа. Приоритетная цель. Всегда подозревал, что она ко мне неровно дышит. Слушай, а у вас тут, может, и кофе настоящий есть? Ну, знаешь, кровавый кофе, капучино из зоны конфликта. Мистер Тейл, я даю вам разрешение идти дальше. Так что шли бы вы. Данные достоверные. Да. Так эти механические чудовища, они не просто убивают людей. Они ими питаются, не только людьми, всей органической материи. Всё живое расщепить на составляющие. Тысячелетия эволюции превратить в жижу. Сделаетесь чудо жизни! Биотопливо! Если вообще... Да. Кто это сделал? Фаро? Этот ублюдок! Он здесь? Нет, доктор. Прошу вас. Скажите, что это, Том Бэйк? Уди! Уди от меня! Доктор, удивитесь, пожалуйста! Позовите сюда, Тедофаро! Сейчас, секунду. Чуть за мисс такую. Ну, типа, это нужно мне. Ладно, давайте вначале сюда. Вот тут у нас... Думаю, вы понимаете, почему нам пришлось доставить вас сюда в такой спешке, мисс Акилла. Капитан Акилла, хотите похвалить меня, что я не сопротивлялась? Разрешить эту ситуацию дипломатическим путём не представлялось возможным. Когда кто-то вспоминал про наши залежи лития, вместо дипломатов к нам всегда присылали Рой. Металлурджик Интернешнл, армия США. Менялась маркировка, но роботы были одни и те же. У вас большой опыт по части вооружённых конфликтов с участием роботов. Да, поэтому теперь я щеголею протезами. Но всё равно, как бы трудно ни было, я продолжала бороться с этим кошмаром. Кибервойна. Я думала, новый рассвет — это что-то вроде проекта Манхэттен, генератор кодов деактивации. Я задействовала все ресурсы, но пришла к выводу, что взломать коды невозможно. Я надеялась, кто-нибудь докажет мне, что я не права. К несчастью, ваш прогноз соответствует истине. Как и сказал ваш генерал Херрес. Ну что ж, для чего-то же вы меня сюда привезли. Что же нам остаётся? Что же нам остаётся? Ой. С нами учёный-эколог Сюзанна Альперт. Доктор? Простите, я отвлеклась. Доктор? Ничего, ничего. О чём вы задумались, доктор? Не о том, что сказал генерал, нет. В 2051-м, когда второе землетрясение повредило реактор на Сизиге и Восточной, я была в оперативной группе. До сих пор это снится, хотя столько лет прошло. Как по дисплею расползалась красная зона, медленно, медленно, словно раскрывающаяся ладонь. За ваш вклад в ликвидацию эту аварию вас и пригласили в проект. В самом деле, странно. Ведь у нас ничего не вышло, там больше ничего не растёт. Это был катастрофический провал. Но красная зона пустяк по сравнению с глобальным сокращением биомассы. Биосфера и гидросфера разрушатся, земля станет необитаемой, и это произойдёт ещё до того, как роботы нас прикончат. Операция «Свобода» тут нам уже ничем не поможет. Так что давайте рассказывайте, что такое новый рассвет. Да, рассказывайте. Прямо так и рассказывайте. Так. Для собеседования после презентации номер один. Дайте кандидату возможность задать вопросы. Не торопите его. Возможно, ему понадобится время, чтобы в полной мере осмыслить услышанное. Важно помнить о том, что кандидат может в данный момент испытывать сильное душевное и эмоциональное потрясение. Не следует рассматривать молчание или внешнее спокойствие как знак согласия. Следует подчеркнуть, что все прочие варианты противодействия чумифара были рассмотрены и признаны несостоятельными. Этот факт следует озвучить спокойно, но чётко и твёрдо. Ознакомьтесь с данными о катастрофических последствиях для окружающей среды в результате применения атомного оружия приложения B1 и о невыполнимости условий, необходимых для поддержания жизни в орбитальных, лунных и подводных поселениях приложения C1, C2 и C3. С тем, чтобы вы смогли аргументированно ответить на выражение кандидата. Если кандидат скажет, что ему нужно побыть наедине и просмотреть дополнительную информацию, не возражайте, известите сотрудников службы безопасности, чтобы они смогли вмешаться в том случае, если он пытается прикончить, о господи, причинить себе вред. Допуск кандидата до презентации номер 2 разрешается только в том случае, если вы уверены, что его психическое состояние не вызывает опасений. Имейте в виду, что вы сможете быстро запросить поддержку через визер. Охранники и санитары будут готовы. Данные повреждены. Ну, конечно. Такое-то услышать. Чего? Делать. Делать. Очень странно. А генерал Хелес? Что он имел в виду? Рой роботов, чума фару. Я понимаю, все это очень страшно. Но неужели их, правда, не остановить? Зачем говорить такое? В Шанхае у меня друзья. Родные. Знакомые. Они уже присоединились к операции «Свобода». Неужели все зря? Мы все умрем? Мы сможем ответить на некоторые из этих вопросов. Просто объясните мне, зачем я вам? Я не могу понять. Мы выбрали вас из-за ваших познаний. Нет, не может быть. Я искусствовед. Мои область знаний — голландская живопись, японская каллиграфия, Герхард Рихтер. Кому это теперь нужно? Да все и так понятно. Вы строите космический корабль. Ну, очевидно же. И ничего у вас не выйдет. Я гарантирую. Помните Одиссею? Международную косморухлядь, которая с 57-го кружит по орбите. Годы работы и провал. А у вас в запасе какие-то месяцы. Вы хоть представляете себе объемы задачи? За такой срок успеть подготовить корабль? Я сама не участвую в работе над проектом. Вы понимаете, как мало народу он может спасти? Вся эта концепция корабля-ковчега. Да ничего не выйдет. Лучше бы вы сразу взялись за эмбрионику. Тут нужны огромные двигатели, огромный запас энергии и прорва ресурсов. Так что даже если вы его построите, даже если выведете в космос и отправите к Сириусу-10, для людей места на борту не останется! Пожалуйста, успокойтесь. Да вы просто психи, если вы надеетесь отсюда улететь. Никто никуда не улетит. Санитары! Санитары. Вторая часть. Смотрим. Собак. Вы все слышали. И это правда. Чума Фара пожирает биосферу. Жизнь на земле скоро исчезнет. Но все же это не конец. Мы можем сами создать надежду. Своими руками сделать зерно, из которого на мертвой планете снова появится жизнь. Это надежда, цель проекта Новый Рассвет. Создать разумную автономную систему терраформирования и снова вернуть жизнь из небытия. Терраформирование. Что нужно такой системе? В основе искусственный интеллект, способный принимать триллионы решений, необходимых для реконструирования биосферы. Бессмертный страж, призванный возродить жизнь на земле. Ее имя Гея. Мать природа в форме машины. Но это лишь ядро системы. Она должна быть окружена и защищена всеобъемлющим набором придаточных функций. Считайте их продолжениями ее сознания для выполнения конкретных задач. И хоть это и не искусственный интеллект, но каждая из них представляет собой инженерную задачу, более сложную, чем все, что человечество создавало прежде. Технические средства, которые смогут сберечь и взрастить миллиарды семян и эмбрионов. Подземные комплексы, где все это должно храниться. И это только начало. Нам не нужно строить все самим. Автономная система терраформирования сможет строить себя сама. В ближайшее время вы поймете, как все эти элементы и функции сложатся воедино. Поймете, как быстро будет нужно собрать материал, написать код, создать и разместить оборудование. А потом запечатать комплексы, прежде чем настанет конец. Но что еще важнее, вы поймете, что мир выживет. Гея напишет коды деактивации, о которых говорил генерал Хэррес. Построит трансляторы для передачи сигнала и отключит роботов фара навсегда. Нерва. Гея не просто построит роботов, но и разработает их под те задачи, которые могут встать перед ней в будущем. Будь то очистка зараженной атмосферы и отравленных морей, озеленение Земли семенами из криохранилищ, заселение планеты организмами, и когда все будет готово, в колыбелях, раскиданных по всему миру, родится новое поколение людей, они получат Аполлон. Огромную базу данных о всех достижениях человечества, откуда они все узнают. О нас. И самое главное, как не повторить наших ошибок? Это не пустая мечта. Ее можно воплотить, работая без устали, не останавливаясь ни перед чем. Мы не спасем мир от гибели. Но вместе с вами, и с геей, мы создадим надежду. Давайте, создадим надежду на будущее. Можно вопрос? Вся земля погибла, но потом ее воссоздали? Да. Машина. Машина созидающая. Это сделала Элизабет. Ради жизни. Ради нас. Ну, тогда зачем Аид? Если он был частью геи, как он оказался внутри робота Фаро? И почему он хочет меня убить? Аполлон. Архив знаний. Что с ним стало? Я, как и ты, в замешательстве. Возможно, ответ нас ждет впереди. Вы пообщались? Спасибо. Теперь мой вопрос. Чел создал искусственный интеллект, который впоследствии завоевал весь мир, сожрал его и убил. Что придумали эти? Давайте придумаем второй искусственный интеллект, и он нас обязательно спасет. Ура! Подумайте над этим. Ну, пожалуйста. Чуть-чуть подумайте. У вас пазлы там не сходятся как-то? Ну, видимо, не сходятся как-то. А если бы она тоже с ума сошла? Ну, если бы она тоже сошла с ума? Никто бы вас там не возродил. Никто бы эти эмбригоны не родил. Эти саженцы не посадил. я извиняюсь. Как бы. А тут, кстати, не раз или нет, или да. Ладно, не важно. Но это очень странно. Это очень странно. У меня бы возник вопрос такой, типа, а что? А как? Ну, типа, нахрена вы придумали искусственный интеллект, чтобы спастись от искусственного интеллекта? Ну, как я вижу, что-то из этого пошло не совсем так. Выберите один из вариантов. Теперь вам известно об истинном характере и предназначении проекта Новый Рассвет. Классифицируем его как проект высочайшей секретности. Поэтому, к сожалению, мы не можем позволить вам покинуть территорию этого комплекса. И у вас есть на выбор три варианта действия. рассмотрите каждый из них и примите взвешенное решение. Вы можете обратиться к одному из наших консультантов, которые помогут вам определиться с выбором. Первое. Участие. Вас определяют в команду разработчики того или иного проекта под проектом в зависимости от вашей специализации. Имейте в виду, что работа предстоит непростая, успех проекта не гарантирован. Вы должны будете работать не менее 80 часов в неделю. Это сколько интересно по 7. А, грубо говоря, чуть-чуть больше типа 10 часов в день. Общение с членами семьи будет строго ограничено и будет проходить под надзором в реальном времени. по завершении проекта вы и ваши ближайшие родственники либо два человека на выше выбор будут переселены в герметичное поселение Элизий, где вам предстоит прожить остаток дней. Элизий? Бессрочное задержание. Если вы откажетесь принять участие в работе над проектом Новый Рассвет, вам грозит бессрочное задержание. У вас будет 48 часов на то, чтобы передумать. По истечении этого срока изменить решение будет уже нельзя. Мы постараемся обеспечить вам максимально комфортные условия содержания, но у вас не будет возможности связаться с внешним миром, а через 18 месяцев все равно наступит смерть в чумуфара, когда база Нового Рассвета будет выведена из эксплуатации. Арестанты, отказавшиеся от эвтаназии, будут освобождены. Ааа, вот, наверное, как. Но это нет, подождите секундочку, сейчас. Хорошо, третий вариант это эвтаназия. В свете озвученной информации вы можете закономерно задаться вопросом, есть ли смысл жить дальше. Если вы решите уйти из жизни, мы готовы провести для вас безболезненную эвтаназию. Перед прохождением процедуры эвтаназии требуется подождать 48 часов. Возможно, в течение этого срока вы измените свое решение и выберите другой вариант участия или бессрочное задержание. Если у вас возникли вопросы или вы готовы сделать выбор, обратись к консультанту. То есть, я спросу задалась вопросом, как сейчас люди, не считая элой, как появилась элой, мы узнаем потом. Она, у нее, вы, наверное, уже догадываетесь, да? Если вы смотрите впервые. Мое прохождение, в смысле. А вот, в смысле игру. все остальные люди, как они появились вообще, то есть, как можно понять, вот этот новый рассвет, вот эта гея, она не справилась, потому что Аполлона мы не видели, ну и все вот эти штуки, короче, ну, аид шиф, как вы поняли, да? Либо все это, либо время геи еще не наступило, да? Вот такие варианты есть. Вот, то есть, возможно, вот это, типа, тут же написано, что потом арестанты, отказавшись от агназии, будут освобождены, то есть, их отпустят на поверхность через 18 месяцев. Вот, и, наверное, вот так вот, вот эти люди дожили до этих дней, но есть один хороший вопрос, почему эти люди не рассказали своим детям, то, что произошло. И дети потом не рассказывали потом следующим детям. Ну, понятно, что там, возможно, забылось там, или что-то такое там, но, извините, сколько лет-то прошло? Тут написано, какого года, я просто там уже там столько годов перечисляли, что я вообще не в курсе ни о чем. Уже запуталась в этих годах, потому что их реально тысячи этих год, лет. А кого мы тут узнали? Дуголоб? Эти машины бросаются прочь, блин, это вроде мы читали, все, нет? Короче, вот такие вот вопросы как бы у меня есть. Так, дальше. Руководство следующее. Для собеседования после презентации номер два. Крайне важно, чтобы кандидат согласился на участие в проекте «Новый рассвет добровольный, осознанный, без каких-либо принуждений или манипуляций со стороны консультата». Ну, не знаю, там такие выборы, что... Ну, как бы, ладно. Заверьте кандидата в том, что его выбрали, исходя из его навыков и профессиональных дотяжений. Сделайте упор на то, что если он внесет посильный вклад в работу над новым рассветом, это повысит шансы проекта на успех. Представьте участие, представьте участие в проекте как возможность оказать активное противодействие угрозе. Кандидат может усомниться, справедливо ли то, что выбор пал именно на него. Подтвердите, что подобные сомнения являются естественными и даже достойными восхищения. Подчеркните, как важно, как важны знания и навыки кандидата для будущего, не только будущего человечества, но и для всей жизни на земле. Также кандидат может усомниться в том, насколько справедливо с моральной точки зрения, что он и его родные получат шанс продолжать жить после нулевого дня. Согласитесь с тем, что это неоднозначный вопрос. Подчеркните, что хотя такую награду нельзя назвать справедливой, она не будет незаслуженной. Постарайтесь склонить кандидата к мысли, что если он всецело посвятит себя работе над проектом с моральной точки зрения, его не в чем будет упрекнуть. Когда кандидат усомнится в осуществимости проекта Новый Рассвет, дать ему возможность заново просмотреть презентацию доктора Собок столько, сколько потребуется и ознакомиться с сопроводительными статьями с G01 по P20. Можно прервать собеседование, чтобы кандидат смог не спеша изучить все материалы. Среди кандидатов будет немало тех, кто решит прибегнуть к эвтаназии. Очень важно, чтобы вы отреагировали на такой выбор добросердечно, без осуждений. Поставьте кандидата в известность о том, что необходимо подождать 48 часов, в течение которых он сможет обсудить это решение с другими консультантами. Подчеркните, что запланированная эвтаназия не будет проведена без многократного подтвердения согласия кандидата. Никто не будет подвергать эвтаназии против своей боли. Кандидатов, избравших бессрочное задержание, следует уведомить о том, что у них есть 48 часов на принятие решения, после чего отказаться уже данные повреждены. Видимо, невозможно. Наконец-то тебя не поговорят. Конечно, согласен. У меня будет шанс возместить то, что я тот урон, который мне кажется я недостоин, но я согласен без вопроса. Тот факт, что вы к этому причастны для нас не важен. Для меня важен. Доктор Соддак, Марго, у них хватило ума вовремя уволиться, но никто из нас не придал этому значения. Мы решили, что они просто не созданы для ПБВ. Это более быстрая внедренность. Когда хочешь всех обогнать, сделать лучше, сделать идеальную машину для убийства. Поразительно. Полтора столетия фантасты стращали нас сценариями конца света, а мы так и не вняли их словам. Я порвал с той жизнью. То есть я готов работать, готов вкалывать, чтобы обеспечить своей семье местом в Элизии. Я даже не думал, что у меня будет шанс на искупление. Если вас еще тошнит, нет, ингибиторы подействовали. Внимание, медицинские от всех недоступны. Я бы рада была в это поверить, но ущерб слишком велик, слишком обширен, он непоправим. При всем уважении к трудам доктора Собек, нет, нет, жизнь не всегда пробивается вновь. Иногда она уходит навсегда. Как на Сизиге Восточной, как в Конго, как в Тиморе, как сейчас. Это наша награда? Подземный город с безнадежными больными, ожидающими своей смерти? Вы сможете дожить до старости вместе с вашими близкими в безопасности. Нет у меня близких, хотя, наверное, можно завести семью. Боюсь, нет. Все население Элизия будет стерилизовано. Обеспечить условия жизни для двух тысяч человек на протяжении ста лет сложная задача, доктор Альберт. Если население будет расти меньше, чем через тридцать лет, никого не останется. Я знала. Просто не могла заставить себя это сказать. Что, простите? Покончим с этим. Астаназия. Я не хочу в этом участвовать. Я хочу, чтобы все кончилось. Понятно. Согласно протоколу вам необходимо подождать 48 часов, после чего... Хорошо, они будут сесть и стилились. Короче, вот, все их лишают детей. А что делать? Ну, тебя пройдет много, ну, немного лет точнее, пройдет ну, сто? Там же останется один. А если он останется один, как он будет вообще? ему будет погрустно. Это автаназия? Вот это ну. Вот тут вода. оказалось все еще хуже. Намного хуже. Тобок просто фантазерка. А фантазерка. Додуматься до того, это... Ох, ты. Мне жаль, что все это было пустой тратой времени. Я готов вернуться домой. Боюсь, это невозможно. Это все, о чем вы тут говорите, невозможно. В этих документах изложены варианты. что-то я хотела сказать-то, пока этот чел говорил. Но я забыла. А о том, что тетя сказала, можно завести семью. Они сразу типа вот они будут все лишены детей. Но семью можно завести и без детей. Ну типа первым этапом. Почему бы не найти челик, с которым жить просто. А я собираюсь. Я походу собираюсь. Так, это разговор. Давай пока поговорим. я обсудил с ними задачи артемиды. Дал им понять, что строить планетарные зоопарки я не хочу. Но за последние пару тысяч лет мы показывались самым заботливыми смотрителями. Так что идея восстановленной биосферы, ну, она пугает, если честно. Действовать методом тыка на глазок это же просто жуть. Мы не имеем права. Но альтернатива пустота. Было столько всего, а не останется ничего. Плюс руководит от операции Чарльз Ронсон. Я его уважаю. Он человек пылкий, а раздушевый. Так что я согласился. Это будет мой последний проект. А как закончим, пусть сделают мне инъекцию. Психолог сказал, я еще могу передумать. А я ему сказал, он просто больно не снабы. Ради спасения природы я согласен потрудиться. Но эта жалкая породина существования мне не нужна. Я не хочу жить в четырех стенах. И как мне нравилось светодиодное освещение. Тут нужен визор. И к тому же немножко клаустрофоб. Легла там. Боже бы, я думала она легла. Вот над теми ФБРовскими горе хакерами из Пересмешника. Я с удовольствием постебался. Хотя с той девчонкой немножко перегнул. Она симпатичная была. Ну и в конце концов это же просто ее работа. Она просто не понимает насколько нелепо звучит этот план. Доверить роль господа бога пацану с редактором голограмм. Ну серьезно. Ведь так оно и выглядит. Смотри мам я делаю природу. Если природа так важна тогда не трогайте ее руками. Вымирание естественный процесс. А новый рассвет уж точно нет. Да он настолько неестественный что нормальные люди его бы назвали кощунством. Потому то вы скрываетесь. А тем временем симпатяшка психолог сидит это кусает щеку. Плохая привычка. Ноготь обгрызла. Причем один. Не твой сегодня день принцесса. Она не укладывается в квоту. Сказала так вы намерены отказаться мистер Тейт. Вы смеетесь? 18 месяцев тяжкого труда в обмен на 30 лет безмятежной жизни с порнушкой. Да не вопрос. Новый рассвет. В каком-то роде произведение искусства величайшего масштаба. Но все так несправедливо. Почему выбрали меня? Кто выбирал? Коллеги? Или алгоритм? Моя семья будет спасена только потому что я отучилась на искусствоведы? Разведы правильно? Ну что? надо подобрать конфигурацию. Я встретила человека он тоже искусствовед его специализация баухаус и новые материалисты но он был на одном из моих докладов. Еще одна прихоть случая. Даже не верится в такое совпадение. Сколько людей было в той аудитории. Теперь дверь должна отойти. Одной детали нет. Может тут есть трудовая? Но ради моей семьи. ради искусства. Искусство должно жить. Оно должно звучать из глубин истории и отдаваться эхом в будущем. Нельзя допустить чтобы оно кануло в лету. Такой шанс. Я должна им воспользоваться. шанс. Убрать руки не оттуда растут. Я удивляюсь как он умудрился вставить эмиттер задом наперед. Теперь все перепуталось. Мне не платят за то чтобы я за ним косяки исправляла. Пусть вот он лежит. Сразу ора. А что там лежит? Так. Вверх. Влево. Вниз. Право. и вверх. Нет не вверх. Еще раз. А может надо было с другой стороны? Ну типа хорошо вверх. Он все же перепутал нас сказала да? Теперь это вверх. Нет подожди это вниз. Сейчас секунду я еще раз надо сверху вниз это делать. Вверх вниз теперь влево и вверх. Теперь влево. Вопрос? А я надо прям совсем а все я это вниз это влево это правильно это правильно это вверх это вверх это влево и вниз влево а это вниз ну она же перевернутая вон получается вниз это туда а господи это туда так это получается вверх это получается туда все я поняла это туда получилась дверь должна открыться давай посмотрим что за ней пацан затмение они здесь обойди их закрепили гея она там на втором этаже доберешься будет непросто их обойти почему раз два три перебейте а как же обойдите так как всего трое страшная музыка тут застрял походу да да что-то упор-то подошел ко мне а и с этим понятно тихо подожди чел сейчас я разберусь у меня чуть-чуть проблема есть все проблем больше нет можешь разговаривать со мной еще пришли господи вы что вы откуда почему ты в них не попадала да в смысле куда ты прыгаешь чего требует чего требует офигеть да попадишь ты ему в башку вроде со всеми разобралась ну структурное повреждение герноза или нет я что-то видел ну не надо меня бить толпой я не вижу его я не знаю как вы вы люди с в они могут но по крайней мере пока тогда не стой на месте найди гею найди гею ладно мешок и так уже добит дайте я грибы все соберу подождите очень здорово что они сделали что они сделали здесь грибы они цветы потому что это было бы странно что грибы не странно читать правитель элизабет собака 30 марго шен полный вперед марго если бы я хотела бы если бы я хотела бы отчасти сомневаться в твоей гениальность я бы не назначила тебя альфой проекта гефест перестань переживать из-за своего возраста и стиля общения такая какая есть будь уверена в себе ты знаешь что делать особенно говоря твоя новая схема строительства и загрузки бункеров для хранения сырья просто безупречно сочетание с твоим дизайном ядра и алгоритмом отбора позиции для литейных литейных это все складывается в хорошо продуманный план пора приступить к риск строительству только один момент прежде чем утвердить инвентарь хранилищ проконсультируйтесь ой омиде акила первой задачи кефест станет без производства роботов для возведения радио обещательных вышек с помощью которых минерва разошлет коды деактивации так что если вы стоите для строительства этих вышек требуют какие-то экзотические материалы их нужно обязательно включить в инвентарный список элизабет хорошо так там что у нас опять читать что издеваетесь на праздник марго шин адрес от элизабет собак тема симуляции ого ты и а ты не шутила у гей правда есть четко выраженная предисположенность к морфологиям животных конечно это в определенном смысле логично учитывая что ее вот им придется передвигаться по труднопроходимой местности но я согласна это явно не единственная причина ее дизайны не просто функциональный это словно не знаю хоть сказать дань памяти как будто она уже оплагивает их гибель и она скорбит не только по исчезающей фауне наших дней но и по существам из доисторических времен я вижу в некоторых из ее дизайнов отсылки представителям мегафауны это так клёво ну чтобы гея не придумала гефест все построит жаль только через сотню-другую лет нас уже тут не будет и мы не сможем своими глазами это увидеть марго как следует из имени это будет под функция с помощью которой гея сможет штамповать роботов вроде как кузня только не все так просто короче вы же думаю заметили что инженеров среди нас только треть остальные эксперты по машинному познанию еврестики всему такому поскольку разрабатывать дизайн и строить всех этих роботов будем не мы конечно же не надо заваливать гею кучей устаревших дизайнов из 21 века это бессмысленно наша цель научить гею строить роботов самой больше того сочинять с чистого листа какой бы робот не понадобился ей для задачи он будет просто создан по щелчку пальцев ее ее пальцев то есть гефест на самом деле не кузня скорее это полный набор знаний профессионального кузнеца горный молот все в виде софта виртуальная креативность как-то так гея уже учится симуляциях демонстрирует классные находки с фрактальной сборкой и животной морфологией ну дизайны у нее на премию лим пока не тянут ничего все-таки это первые шаги ну все пора начинать поехали я не понимаю что именно я могу объяснить термины если гею создавали чтобы сохранить жизнь почему ее роботы нападают на людей может некоторые такие уже видела в котлах разумеется там рождаются машины гей ненавижу ненавижу вот эту всю заразу так соберем здесь вот этот самый и я думаю что дальше да что у нас дальше я думал тут дверь а тут не дверь ой конечно же на лесенку не попасть пожалуйста зайди на лестницу спасибо что еще тут какая-то будет это . сохранения у пацан кажется это здесь кабинет элизабет собак но он закрыт опять они осторожно они люди это да это печально блин да охренеть тут нету . ладно перед вами а полом коллективная память всего человечества и источник знаний для будущих поколений я сами на абаджи еще недавно я руководила международным институтом коллективной памяти в новом тегеране я посвятила карьеру сбережению накопленных человечеством знаний творческих проектов и культурных памятников и аполлон по сути воплощает в себе дело всей моей жизни жаль что обстоятельства его создания так трагичные нас ждут огромные трудности в частности нам придется одновременно реализовывать четыре крупные инициативы первое массовое строительство репозиторий в данных в комплексах колыбель по всему миру вторая сбор и обработка приблизительно 180 миллионов отдельных информационных объектов 42 зетабайта данных на китайском английском испанском и арабском третье перенос и кодирование этой информации в днк инкапсулированный в синтетических ископаемых единственном носителе позволяющим избежать деградации данных при многовековом хранении и наконец четвертое разработка голографического интерфейса и игровых учебных программ при помощи которых наши потомки будут получать доступ к авристическим учебным модулям постепенно повышая уровень знаний нужных для управления системой терраформирования вот та задача на которую направлены все наши усилия не только сохранение прошлого но создание зерна из которого вырастет новое древо знаний и так давайте начнем давайте начнем это в следующей серии а ты пока подписывайся на канал ставь лайки пиши комментарии нажимай на колокольчик там все уведомления спасибо что стоишь на канале смотришь мои видосы а мы в следующей серии пока